Любимого Полина Здравствуйте, меня зовут Полина. Я обычная школьница из Красноярска, и меня, как и, наверное, всех людей, волнует будущее нашего мира. Мира, где теме экологии уделяется очень большое место в разговорах, текстах и заявлениях. Но на деле люди, которые эти заявления слушают или часами разглагольствуют на данную тему, без зазрения совести бросают обертку от шоколадки на тротуар и прыгают в свою машину, из выхлопной трубы которой тотчас вырывается зловенное черное дымовое облако. Не очень-то обнадеживающая картина, правда? А теперь представьте, что вы нашли машину времени. И, конечно, вам тут же захотелось побывать в будущем. И машина, тот заветный прибор, о котором мечтает чуть ли не каждый человек на свете, у вас в руках. Так почему бы не заглянуть одним глазком на несколько десятков лет вперед, чтобы узнать, как тогда все будет? Вы выставляете дату на табло, передвигая колесики над цифрами, и беретесь за ручку рычага. Еще раз перепроверяете дату. 10 февраля 2117 года. Все правильно. Вы колеблитесь еще несколько секунд, но после недолгого раздумья резко дергаете рычаг на себя, и вас окружает вспышки света. Через мгновение вы оказываетесь в будущем. Об этом сразу возвещает воздух. Он как-то странно пахнет. Но вы не придаете этому значения, ведь и в наше время в квартиру могли пробиться какие-нибудь запахи, например, от печей в частных домах. Вы выходите на улицу и застываете на месте от удивления, восхищения и какой-то жалости. Перед вами раскинулась картина мегаполиса с огромными зданиями, крыши и верхние этажи которых теряются в густом темно-сером тумане. Они будто бы соревнуются в том, кто выше, цветнее, необычнее. На пару секунд, затаив дыхание от этого зрелища, вы делаете свой первый вдох на улице, и тут же хочется выдохнуть и не вдыхать этот воздух больше никогда. Он весь прах-пах газами, дымом и еще чем-то, что вы определить не можете, да и не желаете особо. Легкие болят от такого воздуха, слизистая носа будто горит адским пламенем, глаза слезятся и чешутся. Слева от вас простирается широкая дорога, однако вы помните, ее совсем не такой. Теперь эта дорога, когда-то двухполосная, с автобусными остановками и нерегулируемым пешеходным переходом превратилась в широченную магистраль, по которой несутся на огромной скорости автомобили и нет ни одной автобусной остановки. Вы идете вдоль дороги, чувствуя, что еще чуть-чуть и вы задохнетесь. На улице ни души. Все сидят в помещениях, где воздух хоть как-то очищается с помощью фильтров. Ваш взгляд задерживается на одной из стоящих на красный сигнал светофора машин. Обыкновенная машина. Вряд ли она и летает. Не то, что вы ожидали. Но вот окно рядом с водительским сидением опускается, и из него появляется женская рука с жестяной банкой. И через две секунды банка уже валяется у обочины дороги, куда ее откинуло быстро крутанувшееся колесо, уже невидимой вдали машины. Вы возмущаетесь про себя. Но как так можно? Вот только похоже, что никого это особо не заботит. Около дороги валяются сотни таких же банок, салфеток, старых опавших листьев и еще бог знает чего. Однако вскоре вы убеждаетесь, что это еще не самое плохое. Широкий Енисей, могучая река, не замерзающая даже в самые сильные морозы, уже совсем не та. Теперь он, обмелевшая реченка с бензиновыми разводами на поверхности, все теми же кучами мусора на берегу и в воде, которая когда-то была прозрачной, но теперь напоминает воду, в которой сполоснули от краски миллион гигантских кистей. Теперь эта река не несет жизнь. Она сама убита. Жестоко убита безразличными людьми. Воздух, мусор, Енисей. Неужели есть еще что-то? Да, есть. Вы находите ближайший уличный телевизор? Так вы окрестили эти штуки. И включаете выпуски мировых новостей. Города еще более грязные и отвратительные, чем вы могли бы себе представить. Сообщения, что последние представители некоторых видов животных умерли или на грани вымирания. Площадь лесов сократилась более чем в пять раз. Из-за выхлопных газов машин, дымов с фабрики, заводов, негативное воздействие которых еще более усиливается из-за парникового эффекта, разрослась дыра в озоновом слое планеты, спасавшим нас от солнечной радиации. Ледники в Антарктиде тают с неимоверной скоростью. И это только новости, касающиеся экологии. Вы словно в трансе разворачиваетесь и бредете подальше от этого ящика, который наверняка лжет. Не может все быть так плохо. Просто не может быть. Люди бы этого никогда не допустили. Но нет, допустили. Весь технический прогресс, который мог бы использоваться во благо, мог бы помочь защитить нашу планету, научиться излечивать всех больных и устроить этот мир как можно лучше, уходил на создание новых технологий разрушения природы. Ведь количество добытой нефти сейчас намного важнее, чем тот факт, что такими темпами ее и вовсе не останется. Все делалось, чтобы поднять уровень жизни населения. Так они говорили. Однако вышло так, что теперь население вынуждено покупать маски-респираторы, чтобы дышать. А те, у кого нет на это средств, должны отравлять свой организм и надеяться, что они не заработают рак легких. Правда, надежды их редко сбываются. Почти каждый человек сейчас страдает от какого-либо вида дыхательных заболеваний. Астма во всех ее формах, даже рак, все это стало нормой. Это более чем ужасно. Погружены в грустные и гневные мысли, вы доходите до той самой магистрали, что когда-то была дорога, через которую вы с друзьями перебегали, когда поблизости не было машин. Вот двор, в котором вы выросли. На месте старых качелей и хоккейной коробки, где вы впервые потеряли зуб, теперь новая горочка для малышей, да какие-то турники. Вы вспоминаете, как хорошо было быть ребенком, как играли в футбол, где воротами была пара столбов, песочница и горка. Так весело вам было, даже если ваша команда не выигрывала. Теперь же детишкам даже развернуться негде. Да и вряд ли сейчас им говорят пойти подышать воздухом, от которого легкие будто обливаются кислотой. Они ведь никогда не узнают, каково это гулять с утра до вечера летом, не смогут радоваться таким вот прогулкам, потому что рискуют просто задохнуться, играя в футбол. Итак, вы, одолеваемый ностальгией и жалостью, возвращаетесь обратно в свое время. Сейчас 2017 год, и несмотря на режим черного неба, объявленный в нашем городе, вы можете вздохнуть полной грудью. Двор, где вы провели свое детство, снова большой и чистый. За серым небом видно солнце, на улицах почти нет мусора. Все так, как было до вашего отлета. Однако все ли неизменно? Нет, определенно что-то поменялось. Теперь, когда вы увидели, к чему может привести такое безответственное отношение к природе, ваше сердце щемит от чувства несправедливости, неправильности наших действий. И от осознания этого, тугой узел, в который завязались ваши внутренности в процессе лицезрения будущего этого мира, постепенно развязывается. Потому что не все еще потеряно. Люди определенно могут сделать этот мир лучше, могут позаботиться об экологии. Конечно, кто-то станет утверждать, что найдутся специальные люди, которые этим займутся. Только вот никаких специальных, особенных людей нет. Каждый человек может и должен заботиться о своем будущем, о природе и экологии той страны, в которой он живет. И это лишь кажется очень сложным и глобальным. Но начинать нужно с себя. Вот сегодня, вместо того, чтобы просто бросить на тротуар бумажку, найдите мусорный бак. Это несложно ни для кого. Но если эту, казалось бы, мелочь, сделает каждый, если каждый не станет хотя бы таким действием вредить экологии, мир изменится к лучшему. Нам под силу оставить нашим потомкам хорошую планету, дать им чистую воду и воздух. Так давайте беречь природу, ведь это наш общий дом.